Джипы окончательно захватили российский рынок. Как следует из статистики продаж, за первую половину 2013 года совокупная доля внедорожников и кроссоверов в России составила 35,5%. Отметим, что в прошлом году этот показатель составлял 24,5%. Такому стремительному росту доли поспособствовало появление на рынке бюджетных моделей данного сегмента, а также новых компактных кроссоверов. За первые 6 месяцев этого года было продано 40 710 штук, то есть плюс 227% только Renault Duster, который стал самым популярным представителем этого класса. Спрос на Toyota RAV4 увеличился на 43%, а вот на бывших лидеров класса, которыми были Chevrolet Niva и Lada 4x4, он уменьшился на 13 и 17% соответственно. Класс среднеразмерных кроссоверов в целом вырос на 4,5%, а вот внедорожников наоборот потерял 6%. Парадокс в том, что общий показатель продаж на российском рынке автомобиля значительно снизился на 7%. Здравствуйте, в эфире программа Paradox, в студии работает Александр Векер. У нас сегодня в гостях председатель подкомитета по стратегическим инновациям в автомобильной сфере ТП России, главный исполнительный директор ООО ММС РУС, то есть Mitsubishi Motors Corporation Russia, Андрей Панков. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. И генеральный управляющий группы компании «Аллея» Кирилл Гаврилин. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. Вы, уважаемые слушатели, также можете к нам присоединиться по телефону 65 10 99 6, код города 495, либо пишите нам на сайт финанс.фм на страничку программы Paradox. У вас есть уникальная возможность задать интересующие вопросы, которые касаются непосредственно внедорожников и кроссоверов. Людям, которые знают, по-моему, все об этом. Итак, 65 10 99 6, код города 495. Но хотелось бы сначала, господа, понять, почему так происходит? Почему россияне настолько активно покупают именно этот класс машин? Давайте, Андрей, с вас начнем. Давайте, с удовольствием. Ну что ж, прежде всего в нашей стране исторически есть большой пиетет к автомобилям в кузове SUV, то есть внедорожников и вседорожников, да, по, опять же, историческим причинам сложившихся в советское время, считается. Мы любим большие машины. Мы любим большие машины, и мы любим автомобили именно в таком типе кузова, даже если эта машина не совсем большая. А вторая банальная вещь, ну не буду рассказывать про русскую зиму, но вот недавно международное агентство Global Bencheworking Network провело исследование качества дорог в 144 странах мира, и Россия заняла победное 136 место из 144. Чем нас всех надо поздравить? Чем нас всех надо поздравить? Ну, в том числе, надо поздравить автопроизводителей, которые делают внедорожники и вседорожники, потому что, как вы абсолютно правы. Вода льется на вашей бельнице, я понимаю. Абсолютно. Также запчасти, производители шин. Да-да-да. Вот, может быть, даже и производители асфальта. Вот, но вы абсолютно правы, то, что, да, российский рынок за первые 9 месяцев этого года, потому что по 10 еще нет финальной статистики, упал на 7%, при этом все сегменты вседорожников и внедорожников суммарно выросли на 14%. В том числе, да, есть такие уникальные сегменты малых SUV, где вот Renault Duster, который продал 40 тысяч штук только за эти 9 месяцев. Остальные сегменты в своем большинстве тоже показали рост. Вот. В чем причина? В том, что... Ну, понятно, климатические условия, плюс плохие дороги. Да, что еще? Плюс действия автопроизводителей, которые видят спрос в нашей стране именно на этот класс автомобилей и активно расширяют свои ряды именно в этом направлении. Ну, цены не снижают. Ну, почему же? Смотрите, если мы посмотрим на российский рынок лет 5 назад, ну, там, 8-9 год, допустим, можно увидеть, что самые доступные внедорожники и вседорожники — это были автомобили компактного класса типа Nissan Qashqai, Mitsubishi ASX. Да. Тот же самый Renault Duster, который сегодня упоминался, который, наверное, будет упоминаться много раз, сейчас стоит значительно дешевле, чем любой седан C-класса. Около 500, по-моему, тысяч. Да, 450. Даже 450. То есть, в реальности, те люди, которые раньше могли позволить себе только автомобиль B или BC-класса, теперь могут купить себе автомобиль с полноприводом в этом замечательном корпусе и так далее. Вторая важная вещь — это, безусловно, активное расширение самого предложения внедорожников и вседорожников в премиальных брендах, которые тоже активно двинулись в сторону более доступных автомобилей. И это позволяет также значительно наращивать продажи в этом сегменте, но, опять же, Land Rover Evoque и... Мы сейчас Land Rover спросим. Да, давайте спросим, что Land Rover. Кирилл, а ваша картина какова? Ну, я совершенно согласен с Андреем. То есть, действительно, любовь в нашей стране к внедорожникам, как они называются, обусловлена, наверное, нашей... Погодой, нашими дорогами, нашим менталитетом. Но, наверное, если брать сегодняшнюю текущую ситуацию, я бы, наверное, сказал еще вот о чем. Разумеется, для нашей страны совокупность всех этих факторов внедорожник или паркетник, как его называют, является, наверное, самым рациональным выбором с точки зрения покупателя. И в условиях, когда, ну, кризисом, не знаю, наверное, громко будет все-таки произносить... Экономической нестабильности, скажите. Экономической стагнацией, может быть, наверное, будет более правильно это назвать. В этих условиях, когда покупатели становятся более осторожны в своих покупках, они становятся более расчетливыми, они становятся более внимательными. То есть тут срабатывает поговорка, да? Мы не настолько бедные, чтобы покупать дешевые вещи. Не совсем. Я бы, наверное, именно вот в сегменте более доступных маленьких внедорожников, да, отметил, что когда встает вопрос, например, в семье покупать, например, может быть, второй автомобиль, там, супруги, или же, может быть, продать имеющийся автомобиль и купить более универсальный, тем самым, наверное, сэкономив какой-то бюджет, возможно, то сейчас уже покупатель, наверное, делает именно выбор в сторону рациональности. А здесь уже сегмент внедорожников и кроссоверов является оптимальным предложением, поскольку он может проехать куда угодно, на дачу, по нашим плохим дорогам, залезть на бордюр, по сугробам, по снегу. В него много что влезает, очень много наших жителей ездит на дачу, да, ни для кого не секрет. Каждые выходные, там машина еще сверху, багажник. Иногда даже внедорожника мало. Мало, да, поэтому как бы прицепы существуют тоже к нашим большим внедорожникам. Вот, поэтому в текущей ситуации покупатель, потребитель, он именно делает уже больше рациональный выбор. Но, Андрей, вот это рациональность, плохие дороги и так далее, по большому счету это все отрицательные, да, скажем так. Категории, которые соответствуют нашему рынку. По большому счету это не сколько даже плюс, да, для дилеров, сколько и минус тоже. Потому что, ну, на мой взгляд, рынок мог бы представить гораздо более широкий выбор автомобилей, не обязательно покупать такие дорогие. Недорожники все-таки дорогие машины, куда, как, вот что ни говори, но они на где-то процентов 30-40 дороже, чем за рубежом. Ну, смотрите, во-первых, хотел бы закончить. Мы с моего коллеги, это абсолютно правильно, то, что во времена нестабильности на рынке спрос на внедорожники и вседорожники резко увеличивается. Мы прекрасно это знаем по своим продажам, потому что в настоящий момент, опять же, простой пример, российский рынок упал на 7%, при этом Mitsubishi выросл на 6%. У вас годовая модель Outlander, да? Да, у нас 90% продаж даже больше сейчас делается как раз внедорожниками и вседорожниками, и, как ни парадоксально, самая продаваемая модель Outlander, вторая модель A6, то есть машина, которая стоит уже в районе более миллиона рублей. Но, замечено, опять же, когда ситуация стабильно, светит солнышко, все хорошо, люди покупают седаны, потому что они рассчитывают то, что через 2-3 года они легко поменяют эту машину. Когда возникает нестабильность, люди предпочитают покупать внедорожник-вседорожник, потому что эти машины меньше теряют в стоимости при последующей продаже и вообще цикл использования внедорожника-вседорожника. Ну, к счастью, японские марки... Вот выехали мы от дилера, сколько мы потеряли? Процентов 20 сразу? Вы знаете, для большинства японских брендов порядка 15-20% при выезде. Но парадокс состоит в том, что если происходит 2-3 года, проходит 2-3 года, после этого за счет инфляции цена автомобиля растет. Но мы продолжим об этом говорить сразу после новостей. Рост продаж кроссоверов и внедорожников на фоне снижения общего показателя в России. В чем причина? Вот об этом мы сегодня говорим с нашими гостями. У нас в студии председатель подкомитета по стратегическим инновациям в автомобильной сфере ТПР России. Главный исполнительный директор ООО ММС РУС, Mitsubishi Motors Corporation Russia Андрей Панков. И генеральный управляющий группы компании Олег Кирилл Гаврилин. Но мы поняли, что у Mitsubishi есть чем похвастаться. Есть Outlander. А что касается, например, Land Rover? Это совершенно противоположная. Просто другая сфера. Другие цены. Александр, ну Land Rover это марка, которая вообще может похвастаться любым своим автомобилем. Сейчас недавно вышел на рынок новый Range Rover в новом кузове. Поэтому сейчас на эту модель сохраняется очень устойчивый спрос. Эта модель еще очень всем интересна. Кроме того, наверное, это одна из самых премиальных, наверное, люксовых марок, брендов внедорожных автомобилей, которые есть на сегодняшнем рынке. Поэтому марка Land Rover, она тоже, наверное, уникальна. У вас несколько другой покупатель, чем у Mitsubishi. Да, и это тоже как бы обусловлено, наверное, именно стабильность в этом сегменте, обусловлено тоже экономической ситуацией. Потому что не секрет, да, как показали предыдущие, волны, кризисы экономические, именно в премиальном сегменте автомобильном спрос сохраняется. Он менее всего подвержен падению. Но падение есть. Вот если сравнивать там с 2010 годом, в процентном соотношении, вспомните цифры? С 2010 годом, по премиальному сегменту, я вам не скажу, я знаю, что по, скажем так, в предыдущем, если сравнивать с 2012 годом, то премиальный сегмент, он растет. То в основном как бы растет, конечно, за счет марки Mercedes. Ну, Mercedes, да, он занимает первую строчку уже достаточно давно. Тем не менее, да, компания тоже, Егор Land Rover, сейчас это, можно сказать, объединенный бренд, уже, наверное, рассматривается как совместные автомобили. Land Rover тоже, да, показывает рост по сравнению с предыдущим годом, если мне память не изменяет, то где-то порядка, наверное, 20-25% идет общий рост. Понятно. Андрей, ну а у вас какие показатели, если сравнивать с 2012 годом? Если сравнивать с 2012 годом, мы выросли на 6% на падающем рынке, который упал на 7% за этот промежуток времени. Но вы выросли за счет чего? За счет внедорожников или за счет эконом-класса в основном? Нет, смотрите, у нас порядка 90-95% это продажа внедорожников, вседорожников, то есть у нас есть только одна модель, достаточно нишевая, которую мы продаем в эконом-классе, если так можно сказать. Ну и вот, опять же, в целом, благодаря тому, что мы сконцентрированы на продвижении SUV. На самом деле, между Land Rover и Mitsubishi на российском рынке очень много общего, потому что это, наверное, две марки, у которых доля SUV составляет максимальный процент. У Land Rover это 100%, у нас там порядка 95%. И как раз это одна из причин, за счет чего именно две эти марки очень хорошо растут на российском рынке. 65, 10, 99, 6, город 495. Уважаемые слушатели, звоните нам, задавайте свои вопросы. Пишите также на сайт финал.фм на страничку программы Paradox. У меня следующий вопрос к вам, господа. А китайцы на пятки не наступают? Судя по тем же статистическим данным, очень большим спросом пользуются китайские кроссоверы, те же корейские. Знаете, нет, китайские кроссоверы еще, наверное, не достигли того уровня, скажем так, совершенства, да, если сравнивать с японскими автомобилями, немецкими автомобилями. То китайские автомобили еще, наверное, им нужно развиваться и развиваться. И на российском рынке они показывают, ну, скажем так, большой рост в процентном соотношении, да, то есть они удваиваются, там, утраиваются по сравнению с предыдущим годом. Но на фоне абсолютных чисел они занимают очень маленькую долю в продажах. И, конечно же, им еще пока трудно будет конкурировать даже с корейскими автомобилями. То есть основным сейчас конкурентом, именно традиционным марком, да, японским, немецким, американским брендом сейчас, это, разумеется, корейские бренды. Это хендай, это кия. Вот эти два бренда, они, конечно, сделали колоссальный прорыв за истекшие несколько лет. При этом не сильно сдирали цены. Они, собственно говоря, и начинали, наверное, с гораздо более, скажем так, низкого ценника по отношению. Но именно как раз тенденция последних, наверное, полугода, может, шести месяцев или двенадцати, наверное. Их цены однозначно растут, они растут неизбежно, потому что в своем качестве, в своем производстве корейские автомобили пытаются дотянуться до эталонов, до японцев, до немцев. И это неизбежно увеличивает стоимость автомобиля. Андрей? Я прокомментирую здесь. Все, что говорится про корейские автомобили, абсолютно правильно, но это касается рынка в целом. Если мы говорим про рынок внедорожников и вседорожников, то здесь есть четкие три лидера. Это Renault-Nissan, как альянс, Toyota, Mitsubishi, после чего есть огромный разрыв до ближайшего корейского производителя, вседорожников и так далее. Потому что все-таки в осознании наших покупателей, да, корейские производители могут делать, наверное, хорошие и доступные автомобили в низшем ценовом сегменте. Но когда речь идет о покупках более миллиона рублей, о внедорожниках и вседорожниках, традиционно это либо японское качество, либо, соответственно, это премиум. Премиум, понятно, корейцам. Могли бы вы мне объяснить вот этот феномен Toyota? Почему Toyota удается, несмотря ни на что, удерживать такие позиции? Вы, ну, вот, вы как представитель все-таки японского бренда, да, вот почему Mitsubishi не может побить никак Toyota? Ну, вы знаете, вообще говоря, разрыв по СЮ между Toyota и Mitsubishi минимальный. Но, тем не менее, я не видел Mitsubishi никогда в рейтинге на втором месте. В рейтинге чего? Ну, продаж. Продаж где? В России. Но для того, чтобы быть в рейтинге продаж на втором месте, нужно иметь огромную продуктовую линейку, 15-20 позиций. Я же к этому и веду, почему вас нет? Нет, потому что мы сконцентрированы только на SUV. Наверное, вы никогда не видели на втором месте ни Mercedes, ни Audi, ни Land Rover. Ну, вы же у меня в гостях, поэтому я вас спрашиваю по поводу ваших конкурентов. Почему вам не удается двигаться дальше вверх? Почему у вас нет продуктовой линейки? Почему нет локализации в России? Ну, во-первых, у нас огромная локализация в России. Более 50% объема продаж, которые делают Mitsubishi, это автомобили, которые происходят в России на заводе в Калуге. Это Mitsubishi Outlander и автомобиль Pajero Sport. Я думаю, что это, наверное, самый высокий показатель локализации среди ведущих брендов. А Land Rover что скажет в свое оправдание? А, Land Rover, в общем-то, не привык оправдываться и, на самом деле, не нуждается в оправданиях. Land Rover собирает свои автомобили в Англии и, в общем-то, очень даже неплохо себя чувствует. Да, я думаю, что покупатели тоже не обижаются по этому поводу. Абсолютно они не расстраиваются, да, отсутствием производства в России. По поводу Toyota, наверное, хотелось бы сказать. Toyota, ну, опять-таки, она последние несколько лет тоже потихонечку теряет свои позиции. Вот, если раньше это был, ну, наверное, бренд номер один, именно после немцев, вот, то в настоящий момент, наверное, он уже по своим объемам, если мне память не изменяет, RAV4 сейчас, ну, идет в несильном отрыве от того же, там, Nissan Qashqai, ну, и дальше уже тоже по списку, там, Hyundai, Kia, Volkswagen, Tiguan. Ну, смотрите, простой пример, опять же, среднемесячные продажи Mitsubishi Outlander порядка трех тысяч автомобилей в месяц. Продажи Toyota в районе, там, 3200-3500, Nissan X-Trail в районе двух тысяч автомобилей. Поэтому коллега абсолютно прав в том, что, да, как бы, там, пять лет назад Toyota была абсолютнейшим лидером, там, Nissan, Mitsubishi были достаточно далеко. Мы говорим сейчас, конечно, об SUV-сегменте. Сейчас, в принципе, Toyota уже потеряла лидерство, на первом месте альянс Renault-Nissan. Почему? Потому что они способны предложить линейку автомобилей, которые покрыли значительно большую целевую аудиторию, чем может покрыть Toyota. Доступное широкое предложение. Александр, как бы, ну, трудно судить и трудно, наверное, неправильно говорить про автомобильный бизнес, там, лучше, хуже, да, то есть все машины, они делятся на разные категории. Есть доступные автомобили, есть немецкие автомобили, есть премиальные автомобили, есть надежные автомобили. Я понимаю, да, это как в кино, да, есть хорошее кино, плохое индийское, я понимаю. Но, тем не менее. Я бы, наверное, сказал немножко по-другому. Особенностью покупателей автомобилей в России является лояльность не к определенному бренду, а к группе брендов. Вот если человек предпочитает японские автомобили, то с высокой вероятностью он будет курсировать между японскими. С этим я согласен. Корейские, корейские, немецкие. Чтобы человек, предпочитающий немецкий автомобиль, сел на американскую машину, это практически невероятно. Хотя я знаю примеры, когда с японцев пересаживались на американцев. Только потому, что рынок не мог представить модель, которая необходима была. Ну, например, семиместный автомобиль. Да, абсолютно, это вполне возможно. Поэтому были и такие примеры, по крайней мере, в моей практике. Мы продолжим с вами говорить о качестве, о доступности внедорожников в России буквально через несколько минут. Мы сегодня говорим о кроссоверах и внедорожниках. Дело в том, что распродаж именно этих машин зафиксирован в России в первой половине этого года. И все это происходит на фоне снижения общего показателя продаж в России. В чем причина? Мы пытаемся разобраться. У нас сегодня в гостях председатель подкомитета по стратегическим инновациям в автомобильной сфере ТПП России. Главный исполнительный директор ООО ММС РУС, Mitsubishi Motors Corporation Russia Андрей Панков. И генеральный управляющий группы компании «Але» Кирилл Гаврилин. Телефон в студии 65 10 99 6, код города 495. Вы также можете написать нам на сайт finam.fm, на страничку программы «Парадокс». Пару слов буквально по поводу Land Rover. Мы вот сказали о том, что в принципе доступна Mitsubishi. Понятно, мы даже знаем почему и как. А почему нет такого класса машин именно в SUV в Land Rover? В Land Rover есть такая же, наверное, в своей линейке доступная машина. Это Land Rover Freelander. Если, конечно, сравнивать ее в своем сегменте, то это, наверное, тоже самый премиальный, один из самых премиальных, один из самых дорогих. Но в то же время компания Land Rover просто не изменяет своим принципам. И она делает именно качественные внедорожники, она делает премиальные внедорожники. Возможно, во всей линейке, если сравнивать эти автомобили, они могут быть немного дороже, могут быть столько же стоить. Но Land Rover всегда остается Land Rover. Он будет самым проходимым, наверное, один из самых проходимых автомобилей. И один из самых премиальных автомобилей, который дает именно в первую очередь ощущение комфорта во время езды, передвижения по любой местности. К нам присоединяется заместитель главного редактора Авторевью Леонид Голованов. Леонид, здравствуйте. Здравствуйте. Леонид, добрый день. Мы пытаемся сейчас с главным исполнительным директором ООММС РУС Андреем Панковым и генеральным управляющим группой компании АЛЕ Кириллом Гавриловым понять, почему же все-таки происходит этот рост продаж кроссоверов и внедорожников на российском рынке на фоне снижения общего показателя продаж в России. И к каким коротким результатам вы пришли? Да, в принципе, это банальный вывод. Плохие дороги, нужно вкладывать деньги в надежные машины. Ну и все, в принципе. А что вы скажете? Ну, тут, во-первых, смотрите, вот в Америке вроде как дороги совсем неплохие, а все равно люди покупают, ну, раньше покупали внедорожники, сейчас покупают кроссоверы. Мне кажется, что мы сейчас, вот в эпоху, там, как-то, я не знаю, как их называют, там, да, постиндустриальные или как-то, мы покупаем очень часто символы вместо вещей, вместо реальных вещей. Расшифровывайте, что вы имеете в виду? Сейчас мы покупаем автомобиль, тот же самый, вот там, кроссовер, не как функцию, а как символ большого автомобиля, который дает очень многим просто две вещи. Он большой, и людям нравится владеть большой машиной. Это некий статус, да, вы имеете в виду? Что-что? Некий статус на дороге. Да, вот, и высокую посадку, что тоже обеспечивает вам некое, там, преимущество или иллюзию преимущества над другими водителями. И это востребовано не только в России с ее плохими дорогами. Ну, а где это? Ну, хорошо, вот вы назвали Америку. Я знаю, что очень популярен Land Rover в Англии, в той же. Нет, прежде всего, прежде всего, это Штаты. Посмотрим, что будет в Китае, потому что главная эта битва сейчас, конечно, за Китай. И тот, кто сможет оседлать китайский рынок, сейчас будет на коне. Но там пока все еще на таком, там еще первичный бульон, там рынок, в общем, бурлит, и он еще моложе нашего. Но прежде всего, это Америка и Россия. Да, вот сейчас на первом месте у нас по рейтингам это Renault Duster, да, насколько я знаю, то, что я вижу, по крайней мере. А наступают ли на пятки китайцы? Потому что, вот, господа говорят мне о том, что китайцам еще далеко. Что да? Ну, смотрите, вот с китайцами очень интересная ситуация. Мы все ждали их пришествия. И пришествие вроде как начало происходить, но потом захлебнулось. Потому что выяснилось, что автомобили эти, лишь муляжи автомобилей, у них нет никакого качества. Они сделаны просто как поделки, как жалкие копии нормальных автомобилей. Не было ни там, ни сервисной поддержки, ни запчастей и так далее. Сейчас придет новая волна. И вот, например, если мы говорим о кроссоверах, сейчас к автомобилю Cherry Tiggo, который представляет собой нелицензионную копию Toyota RAV4 предпредыдущего поколения, то являются такие машины, как LeFan X60. Тоже такой, да, конкурент Duster. При этом он дешевле Duster и лучше оснащен всякими, значит, ну, тоже китайскими, конечно, опциями. Но, тем не менее. И посмотрим, насколько теперь будут покупать эти машины. В принципе, шанс у них есть. Но, тем не менее, сейчас вот цены на внедорожники, они стабильно высокие, продолжают расти. Каким-то образом вы могли бы прокомментировать эту ситуацию? А, ситуация очень простая. Кроссоверы, ну, мы не берем настоящие внедорожники. Кроссоверы, да, это автомобиль с несущим кузовом, без понижающей передачи. Такая, да, некая видимость, такой муляж. То есть легковой автомобиль с повышенным дорожным просветом. Они, вот если говорить о, я прошу прощения, как бы поставили вопрос? О цене вопроса. Цена вопроса. Да, да. Они, на самом деле, в производстве ненамного дороже, вот пусть коллеги мне поправят. В производстве ненамного дороже обычных легковых машин, но они маржинальны, потому что за это, за это видимость, значит, того, что вы ездите на большом автомобиле с внедорожным потенциалом, автопроизводители с нас просят больше денег. И эти машины покупать, производить и продавать выгоднее, причем, в частности, японские производители долго не могли в это поверить. Именно поэтому, например, Mitsubishi так долго выводили на рынок и ASX, и Outlander, хотя Toyota была с моделью RAV4 в сегменте компактных кроссоверов первопроходцем. И, как мне кажется, автомобиль типа Duster, ASX и так далее, они дороже во многом потому, что автопроизводители делают их дороже, искусственно на них зарабатывая. Ну вот я нашел статистику, что средняя цена внедорожников, ну кроссоверов, как мы это называем, в большей степени, составляла в этом году 28 160 долларов. И это на самом деле рекордная цена за первый полугодие 2013 года. А вот если сравнивать с первым полугодием 2012 года, то рост составляет 3%. Это довольно-таки много и дорого. И даже вступление в ВТО не спасет эту ситуацию. Цены вряд ли будут снижаться. Ну, наше вступление в ВТО, вы знаете, было фактически фикцией, потому что все тут же заменил так называемый утилизационный сбор. Вот, и желание автопроизводителей зарабатывать на растущих рынках, типа российского, а мы даже с нынешним падением небольшим считаемся растущим и перспективным рынком, оно никуда не делось. Вот, кстати, тот же Duster, если вы помните, когда он только выводился на рынок, назывались цены типа 10 тысяч, 11 тысяч евро, 12 тысяч евро. Сейчас Duster намного дороже, цены на него растут, и очереди все равно есть, потому что люди хотят покупать именно кроссовер, а не обычный хэтчбэк или универсовер. Ну, и ваш короткий прогноз на отечественный рынок на ближайшие несколько лет. Насколько может увеличиться доля кроссоверов России? Сейчас около 35%. Да, мне кажется, она будет расти, потому что желание людей обладать таким универсальным и статусным автомобилем никуда не денется. Мне кажется, и это хорошо, производители будут предлагать нам в этом сегменте все больше и больше машин, включая и китайцев, включая и субкомпактные кроссоверы типа Suzuki SX4, Nissan Juke и так далее, даже меньше. Вот, и, ну что ж, нам остается только копить деньги. Ну, понятно. Нас не пугают уже цены, я так понимаю. Спасибо вам большое. Спасибо, Леонид. Спасибо. Заместитель главного редактора автория Леонид Голованов был у нас в прямом эфире. Господа, ну объясните мне, вот сейчас 35% занимает рынок внедорожников кроссоверов России. По некоторым подсчетам, через несколько лет я видел цифру 50%. Да, да. А за счет чего? Ну, вот Леонид говорит о том, что вы будете предлагать новые линейки, будете предлагать новые машины. Лендровер справится? Лендровер, безусловно, справится. Более того, я уверен, что на ближайшие 3-5 лет Лендровер же... Предложит новенькое. Да, он наверняка и расширит свою линейку, вот, в чем я не сомневаюсь. Сейчас Лендровер вкладывает огромные деньги в именно переоснащение производства, да, именно. Они стали делать алюминиевые кузовы, полностью алюминиевые, да, то есть о чем говорит новый рейндж-ровер, новый рейндж-ровер-спорт. Сейчас, соответственно, Лендровер находится действительно на подъеме. Я бы хотел прокомментировать, наверное, высказывание Леонида по поводу именно цены и маржинальности. На мой взгляд, это... Защищаетесь, называется. Совсем тут защищаться не приходится, потому что, ну, там, нам, как компаниям, продающим автомобили, да, достоверно известно, что там та же маржинальность, она абсолютно одинаковая. На легковом автомобиле, на джипе, на кроссовере. Назовите цифру, можете? Могу. На самом деле, скажем так, общая маржинальность на рынке автомобильном, это в среднем от 5 до 7 процентов. Вот в этом коридоре колеблется маржинальность дилеров на все марки. Вот, к сожалению, тенденция там последнего года, даже, можно сказать, ну, наверное, полутора уже лет, это снижение маржинальности именно самих дилеров, которые продают автомобили. Вследствие падения рынка произошло небольшое перепроизводство автомобилей, да, тогда как компании-производители планировали увеличение и рост рынка, запланировали производство и производили больше машин. То машин оказалось именно на рынке российском больше, чем покупательская способность, чем они востребованы. И вследствие этого маржинальность сейчас вообще практически у дилеров минимальная, потому что... Ну какая, в два раза снизили. Да, в два раза, то есть это в среднем 2-3 процента маржинальность на любой автомобиле абсолютно независимо от класса. А рост именно самого сегмента кроссоверов и внедорожников, мы понимаем, он происходит исключительно за счет замещения в других сегментах. То есть общий рынок автомобилей, он как был, так и есть. То есть там в России будет продано, не знаю, в этом году планируется, там прогнозируется, что 2 миллиона 800 тысяч, по крайней мере, такие строятся оптимистичные прогнозы. И тем не менее, все равно это будет цифра одна и та же, просто либо больше внедорожников, либо других сегментов. Мы продолжим. Мы сегодня говорим о росте продаж кроссоверов и внедорожников в России на фоне снижения общего показателя продаж в России. В чем причина? Нужно сказать, что правда в том, что общий вот этот показатель продаж на нашем отечественном рынке значительно снизился, аж на 7%. Мы на студии председатели подкомитета по стратегическим инновациям в автомобильной сфере, торгово-промышленной палаты России, главный исполнительный директор ООО ММС РУС, Mitsubishi Motors Corporation Russia Андрей Панков и генеральный управляющий группы компании «Алеа» Кирилл Гаврилин. Телефон студии 6510996, код города 495, либо пишите нам на сайт finam.fm на страничку программы «Парадокс». Я умышленно не задаю никаких технических вопросов, потому что для этого на радиофинам.фм есть специализированная программа. И специально высококвалифицированный человек. Меня интересует только экономика. Хотя, вы, уважаемые слушатели, если вы хотите задать какие-то вопросы, уникальные, интересующие вас в сегменте внедорожников, кроссоверов, нашим гостям, пожалуйста, звоните 6510996, код города 495. Уникальная возможность, по крайней мере, у вас есть в данный момент времени. Осталось не так много времени. 10 минут эфирного времени. Андрей, я бы хотел, чтобы вы также прокомментировали интервью, которое у нас было в эфире с Леонидом Головановым. Он говорил про цены, и я так понимаю, что вы не совсем согласны, так же, как и Кирилл. Ну, смотрите, в целом, то, что Леонид сказал по поводу рынка, это абсолютно правильно. И рост процента, рост доли кроссоверов, внедорожников, вседорожников происходит не только в России, в США. Простой пример. Тоже самый сегмент маленьких внедорожников, вседорожников прекрасно растет и в Европе. Вот, наверное, не совсем могу согласиться с предположением о том, что вседорожник того же размера, что там седан С-класса является значительно более маржинальным. Конечно, нет, потому что, во-первых, инвестиции в разработку вседорожника такого размера, они значительно больше, логистические затраты значительно больше. Если мы говорим об автомобиле, которые не являются просто, как сказал Леонид Малежон, там, реального внедорожника, качество металла, элементы, конструкции, они совершенно другие, и поэтому все-таки тут нет никакой фантастической маржинальности, да, как вот сказал Кирилл, примерно маржинальности одинаково по рынку. Я хотел бы все-таки вернуться к прогнозу, потому что в торгово-промышленной палате мы как раз занимаемся долговременным прогнозированием российского рынка. В нашем комитете действительно 50% доли SUV в России — это совершенно реальный сценарий, и прежде всего, как мы говорили, за счет того, что будут значительно расширяться продуктовые ряды производителей, SUV будут значительно более доступными. Опять же, пример того, что он у Duster, на который цена повышается, а спрос неудовлетворенный так и остается. Я бы хотел поговорить про другие подсегменты в SUV, которые будут возникать. Ну, вот простой пример. Mitsubishi со следующего года начинает продажи электровнедорожника на российском рынке. Это будет электро-аутлендер, автомобиль, который на электрическом ходу сможет проезжать. А маркетинговые исследования провели? А вы знаете, когда... Психологический настрой покупателя. Да. Смотрите, в 2012 году в рамках московского автосалона было опрошено порядка 50 тысяч посетителей, опять же, на базе нашего подкомитета торгово-промышленной палаты, и более 90% из них сказали, что не готовы пересесть на 100% электромобиль, если, а, будет решен вопрос с ценой, б, вопрос с инфраструктурой. Конечно. Для того, чтобы решить эти вопросы, как раз и существуют такие автомобили, как электро-аутлендер, в которых кроме электродвигателей батареи есть еще дополнительный генератор, который позволяет заряжать батарею, если вдруг вы заехали туда, где нет инфраструктуры. Это как работает Prius, да, у Toyota? По такой же системе? Нет, 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 это совершенно другая история. Prius — это гибрид, то есть автомобиль, который... А вы будете 100% электрический? 100% электромобиль с возможностью подзарядки батареи с помощью встроенного генератора. Постоянный полный привод, корпус SUV, максимальный запас хода 900 километров. Цена вопроса? Цена вопроса будет объявлена в следующем году. Это же самое главное. Но по поводу инфраструктуры, наш человек всегда пристроится, подстроится. Тем более, что подобные машины заряжаются в любой розетке. Да, если так будет на самом деле. Но плюс тут климатические еще вещи. Очень многие жалуются и не видят перспектив именно электромобилей в России. Вы знаете, мы более 2,5 лет эксплуатируем, продаем 100% электромобили в России. Я напомню, что зима 2011-2012 года даже в Москве была минус 31 градус. 2012-2013 не намного теплее. Ни одной из тех фантастических проблем, которые предполагали люди, которые не знакомы с устройством электромобилей, с электромобилями в России не произошло. Кирилл, вы что-то так как-то скептически к этому отнеслись? Да, я действительно скептически отношусь к будущему электромобилей в России. Во-первых, оно достаточно туманно и неопределено даже не в России. В следующем году нас удивить. Но в той же Европе, Японии, Америке все равно это не является основным массовым сегментом покупки электромобилей. Что уж говорить про Россию с нашим климатом. Скажем так, там модно, а здесь нет. Дело в том, что уже давно многие производители, наш бренд, который мы тоже продаем, Volkswagen, имеет в своей линейке гибридные автомобили. Это, конечно, не полностью электрические, это гибридные машины. Но, тем не менее, очень многие бренды сейчас имеют в своей линейке гибридные автомобили и они не пользуются спросом. И тому есть ряд причин. Просто любой гибридный автомобиль, он априори дороже, чем простой на двигателе внутреннего сгорания автомобиль. Он сложнее в обслуживании. И автопроизводители, ну, скажем так, мое мнение личное, что это просто тренд. Да, вот такой именно европейский тренд, где забота об экологии, она достаточно на высоком уровне, где автопроизводители обязывают производить все более и более экологичные автомобили с меньшим количеством выбросов. Именно поэтому каждый производитель ведет разработки своей линейки именно гибридных или полностью электромобилей. Но именно массовым автомобилем до сих пор ни тот, ни другой не стал. И в России до этого действительно очень далеко. У нас просто нет инфраструктуры, у нас нет столько, не знаю, там, коттеджных поселков, да, чтобы можно было приехать в свой гараж, воткнуть в розетку и заряжать автомобили. То есть все-таки у нас все равно, если говорить о московском регионе, ну, и даже, собственно говоря, тем более о глубинке, электромобиль просто хотя бы требует элементарно своего гаража и розетки. Подождите, подождите, вы рассказываете так, как будто вы продаете электромобили. Мы два с половиной года продаем их, и у нас таких проблем не возникает. Я просто хотел бы сказать, что во всем мире существует две концепции. Концепция Volkswagen, которая делает упор на дизельные двигатели, потому что Volkswagen, к сожалению, отстал безнадежно в разработке электромобилей. И концепция японских автопроизводителей, Toyota, Nissan, опять же, вместе с Renault Mitsubishi, которые считают, что основным приоритетом станет именно электротранспорт. Я просто напомню, что первый электромобиль массовый появился в 2009 году. То есть это ничто по современным меркам. Давайте посмотрим, что будет через, там, не знаю, 5-6 лет, если бензин будет продолжать дорожать такими же темпами. Ну, хотя бы технические характеристики смогли бы, но, коротко. По Outlander, как я сказал, 900 километров пробега, два электромотора, постоянно действующий полный привод, 64 километра на батарее, что вполне достаточно для перемещения в городских условиях. Во всем остальном, среднеразмерные SUV. Но вы вот не хотите упорно нам сказать цену, хотя бы порядок. Цена объявляется при запуске автомобиля. Дороже, чем сейчас Outlander. Вы знаете, с текущим Outlander ее сравнивать невозможно, потому что текущий Outlander — это фактически упрощенная версия того же электромобиля, на которой отсутствуют батареи и электромодоры. Поэтому вот так. Но я могу просто сказать, опять же, для информации, что тех же самых обычных 100% электромобилей мы продаем больше, чем продается гибридов, той же самой Toyota Prius в России. Вот и смотрите после этого. Тут вопрос, опять же, кто как продает, и тот, как продвигает продукты на рынок. Когда, вы говорите, в 2014 году мы увидим эту машину? В втором квартале, скорее всего. В втором и третьем квартале. Ну, то есть это во второй половине года, скорее всего. Понятно. 65 1099, 6, код города 495. Пишите нам на сайт finam.fm, на страничку программы «Парадокс». В заключении я бы хотел вот о чем спросить. Понятно, что сейчас все автопроизводители, так или иначе, ищут новые способы, инновационные способы, чем удивить своего потребителя. Это также увеличивает цену. Каким образом может быть так сделано, чтобы вот эти инновации, которые сейчас присутствуют, или в ближайшее время будут в машинах, не повышали цену. Увеличить объем продаж автомобилей с инновациями. Любая инновация сначала стоит дороже, а потом, когда масштаб увеличивается, она стоит дешевле. Но перед любым автопроизводителем стоит вопрос. Сделать дешевле, но и удивить покупателя. Так ведь? Нет, совсем не так. Очень не секрет, что нашим миром уже давно правят маркетологи, которые точно так же в автомобильном бизнесе, прежде чем запускать какую-либо модель новую строить, проводят огромное количество опросов. И есть много примеров марок, где аудитория той или иной модели отвечает, говорит, что в общем-то меня все устраивает, я не хочу ничего менять. Просто сделать такой же, только современный, по сути дела, автомобиль. И так очень часто поступают именно автопроизводители, именно чтобы не терять свой сегмент, чтобы продолжать стабильность. А инновации в автомобиле, они тем или иным образом все равно будут, конечно, приходить, но, наверное, уже не такими гигантскими шагами, как это было раньше. Сейчас все в основном инновации сконцентрированы, наверное, больше в автомобильном бизнесе, больше в, наверное, мультимедиа, что ли, когда именно потребителю хотят предложить больше возможности выход в интернет, планшетный, там, не знаю. Пару слов, Андрей, буквально 10 секунд. На самом деле в автомобильной отрасли сконцентрировано огромное количество инноваций, которые просто остаются незаметными покупателями. Самое интересное происходит внутри автомобиля. Да, в этом и парадокс. Спасибо вам за то, что вы к нам пришли. Это была программа «Парадокс». До встречи завтра. Спасибо. Продолжение следует...